Ровно 56 лет назад Юрий Гагарин совершил подвиг мирового масштаба. В 9 часов и 7 минут 12 апреля 1961 года на ракете «Восток-1» он отправился в космос, без понятия о том, вернется ли на Землю. Спустя 108 минут полет Гагарина завершился успехом. Первый космонавт в мире выбрался из скафандра уже героем Советского Союза. Однако с тех времен изменилось многое. Зонды и роботы-исследователи населяют соседние планеты, появилась Международная космическая станция, а приземление стало куда более безопасным. Сегодня каждые полгода на МКС меняется экипаж. В этом проекте, на которые затратили уже более 150 миллиардов долларов, участвуют 14 государств. Космонавты не просто живут на станции, чтобы выяснить длительное влияние невестомости на организм человека, но и проводят научные эксперименты. Физика, химия, биология – ограничений тут нет. Это, кстати, главное развлечение на станции. Видите, прекрасно видно, как действует центробежная сила. То есть она действует от центра и оттягивает нашу резинку к столу. Сегодня Российской Федерации отправляют ракеты с трех космодромов. Самый известный – Байконур. Он находится в Казахстане, однако принадлежит России. Далее идет Плесецкий, неподалеку от Архангельска. А всего год назад, в апреле 2016 года, совершилось строительство еще одного космодрома, который получил имя «Восточный». Сегодня все три используются для вывода на орбиту Земли спутников, космонавтов и грузов на МКС. Разумеется, нельзя молчать о роли Крыма в развитии советской космонавтики. Именно здесь Сергей Королев решил испытывать летные качества своих аппаратов и тренировать первых людей, что отправились за пределы планеты. В дальнейшем под Евпаторией построили центр дальней космической связи, с помощью которого управляли кораблями «Восток», «Восход» и «Союз». Сегодня на этой станции планируется провести серьезную модернизацию, чтобы ЦДКС снова работал. Теперь уже для Роскосмоса. Никита Егоров, Служба новостей и ТВ.